Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте немножко поговорим про наше любимое Завидова. В прошлый раз мы разговаривали с вами про магазины. В принципе, можно продолжать разговаривать на эту тему, но можно, конечно, и сменить тему. Давайте немножко про магазины поговорим и немного поговорим на другую тематику. Вот, что касается магазинов, конечно, раньше там было меньше магазинов, там, допустим, было вот село вот это Макшино, да, и там практически ничего не было, вот, но со временем эта территория начала обустраиваться, начали из этой территории потихонечку делать курорт, и она начала, короче, обрастать разными магазинами. Магазины и такие, и сякие появились, и пятое, и десятое, короче, инфраструктура, ну, как расширяется, потихонечку Завидово обрастает всем вот этим полезным, так что вот так вот. В соседнем селе, которое так и называется Завидово, там, значит, появился Бургер Кинг, ну, и вы знаете, я смотрел этот Бургер Кинг, я ездил туда, хороший Бургер Кинг, мне понравилось, там такой большой, большой здоровый, он такой, там, этот самый, вот эта вывеска на пьедестале стоит, Бургер Кинг, ну, в общем, очень хорошо, очень красиво, очень классно, ну, в принципе, как и все вот эти вот, скажем так, кафешечки быстрого питания, они все красивые, и все, короче, зазывают, покупай, покупай, заходи, заходи, ну, все в таком духе, вот, ну, давайте немножко поговорим про само Завидово, про вот это вот село, скажем так, да, вы знаете, я, ну, не ездил там полностью по всему селу, Я так чуть-чуть заехал, вот, к Бургер Кингу, а вообще мы, конечно, ездили в церковь, там очень красиво, большая церковь, я бы даже сказал бы, там церковный такой комплекс, что ли, потому что там очень много зданий, он находится очень на большой территории, там храмы всякие разные, вот, потом там есть, если я не ошибаюсь, какая-то историческая библиотека, нам женщина рассказывала, и на территории вот этого комплекса храмово находится памятник павшим воинам-освободителям Второй мировой войны, вот, так что вот, вот так вот, обязательно будете завидовать, сходите туда, посмотрите, очень красиво, очень такое классное место, Мне понравилось, вот, действительно, мне очень понравилось это место, оно красивое и интересное очень, вот, ну и больше мы, в принципе, никуда не ходили, вот, с одной стороны церковь, вот этот храмовый комплекс находится, А с другой стороны, я видел магазин фасоль, вот, это такой вот, скажем так, такая типа торговая сеть, она называется фасоль, прикольно, название вообще прикольная фасоль, я, вы знаете, когда первый раз увидел вывеску эту фасоль, я подумал, что-то такое, знаете, продают, типа, хозяйственного, что ли, да, а потом мы зашли уже не вот в самом Завидова в селе, а именно в Макшино, в Макшино тоже открыли небольшой этот такой магазинчик фасоль, Вот, а потом туда зашли и оказалось, а там это продуктовый магазин, довольно-таки магазин неплохой, вот, я сейчас говорю про Макшино, в Макшино он неплохой, он небольшой, но, в принципе, в принципе, там можно купить все, что хочешь, вот, то есть там и хлеб есть, там и всякие сырочки, творожочки, колбаски, ну и много чего всего, вот, и есть всякие горячительные напитки, потом есть даже немножечко, мне кажется, там и это самое для хозяйства что-то есть, такой типа химии, что ли, вот, так что вот так вот, он находится, этот магазин не на первой череде, вот, которую первую строили, а находится на второй череде, вот, там вторая череда домов, это около речки, где пляж, вот, нигде Рейдисон, а именно вот около речки где пляж вот около второй череды он находится там вот так что вот так вот что вам еще рассказать ну на пляже на пляже вот около второй череды вы знаете там благоустроили все и продолжают благоустраивать там очень хорошо сейчас когда мы приезжали в те годы скажем так в восемнадцатом году там конечно только начиналось одно и тогда в то время там было хорошо а сейчас нам вообще еще лучше там все за асфальтировали там высадили деревья вот что там еще там и кругом поставили лавочки лавочки поставили довольно таки ну как стандартные лавочки но принципе принципе так что присесть отдохнуть вполне вполне приемлемо и очень даже хорошо вот что еще рассказать про вот этот пляж пляж а вот этот он небольшой конечно вот там такое типа запрудие но речка дальше идет эта речка она называется добиться вот такой небольшой запрудие но вы знаете вот пляж он не грязный что немаловажно вот он не грязный то есть как бы по всей видимости там значит люди ходят убирают специально но я веду специально обученные люди ходят убирая так что вот так вот по поводу вот этих лавочек и по поводу бетонной дорожки катан на которой рядом с которым стоят лавочку вот там рядом с лавочками стоят мусорные баки мусорные баки тоже все убираются то есть как бы за этой территории следят и там на этой территории за отдыхающими убирают что конечно немаловажно потому что ну вот представьте есть там не будут убираться представьте что там будет вот а так как это считается зона отдыха ну а вообще считается это курорт вот сейчас такое модное слово называется эко туризм вот это эко туристическое место там конечно они молодцы очень убираются и хорошо за что им большое большое человеческое спасибо вот потому что когда приезжаешь очень приятно это все видеть и очень классно вот что вам рассказать про саму речку вы знаете речка как речка то есть как бы не то чтобы там что такое прозрачная вода как в греции или еще что-то речка обычная речка вот где-то мутная где-то заросла где-то еще но камыши конечно они состригают убирают чтобы не было вообще там болота допустим на этом пляже скажем так она такая немножечко ну как вам сказать ну как речка допустим со стороны точнее не со стороны а на пляже в завид не в завидово а на пляже в редисон там конечно получше получше вот ну если вам не нравится этот пляж велкам можно сходить на пляж в редисон то есть там никто не запрещает там люди приходят приезжают отдыхают есть конечно в редисе не платный пляж вот на платном пляже там шезлонги там ну еще может какие-то привилегии я не знаю на обычном пляже скажем так для обычных смертных там шезлонгов нет но ты в любом но не в любой момент а ты вот собираешься на пляж допустим на велосипеде на машине вот а есть тем более на машине ты можешь этот шезлонг прямо в багажник засунуть приехать пожалуйста расстелил себе шезлонг раскрутил его или живо отдыхает наслаждайся летом и так далее отдыхая в общем короче и телом и душой вот загореть там можно хорошо то есть там надо аккуратно вот мы плавно перри перенеслись а скажем так с территории вот макшино с 1 2 череды перенеслись аккуратненько в редисом что я хочу вам рассказать про редисом не буду много рассказывать потому что это вы знаете такой комплексный разговор по поводу редисом там очень много можно рассказывать скажу вам сразу очень много хорошего плохого там ну вообще практически нету вот в основном все хорошее но это я буду отдельно записывать видеоролик попал но насчет ну буду рассказывать вам про редисом вот а так в общих чертах скажу мне очень понравилось очень понравилось я вот вы знаете в самом отеле не был внутри то есть как бы и не на рецепшене не был и не был не отдыхал в самом отеле то есть я ничем не могу сказать а вот по поводу территории на которой находится отель я короче исходил вдоль и поперек и есть очень много что рассказать вот давайте я вам еще расскажу про пляж вот значит пляж на редисом как я уже говорил хороший мне он понравился вот вы знаете там хорошо на этом пляже еще такой момент что там есть туалет то есть как бы туалет не какой-то там знаете задрепецкий туалетом выкопали яму были сбили из досок там какие-то покрашенных да и вывеску там даже не повесили а просто от руки мелом написали туалет это с ошибками нет там прям построен домик такой вот он одноэтажный вот с одной стороны этого домика женский туалет с другой стороны мужской туалет в общем туда заходишь в этот туалет он весь облицован деревом то есть как бы но представьте вот весь туалет как бы облицован деревом там кабиночки да там значит вы знаете там вот вот представьте на пляже вот в этом домике просто нормальный туалет туалет то есть там и унитазы стоят и короче смывается это все и для мальчиков писсуары стоят вот то есть раковины руки можно мыть там и так далее то есть очень хорошо сделали мне очень понравилось а но не единственное то что такой маленький минус но если это для вас минус принципе для меня это не минус с крана ну допустим ты в туалет сходил ручки помыть надо да ну вот мыло есть все есть ты включаешь крат а там идет холодная вода то есть как бы горячей воды в кранах нету а вот то есть идет только холодная но вы знаете она не ледяная не ледяная она просто прохладная вода то есть как бы ты же не собираешься купаться тебе просто руки надо помыть раз руки намочил мылом намылил помыл руки и смыл все то есть как бы я в принципе не вижу никакой проблемы то есть в этой ну вот в этом может быть для кого-то небольшом дискомфорте вот так что вот так пляж пляж тоже хочу вам сказать пляж чистый что допустим платный пляж чистый и бесплатный пляж чистый то есть нету там каких-то бумажек там бутылок окурков и так далее пляж очень хороший спасибо людям которые занимаются вот этим пляжем по всей видимости этим пляжем люди занимаются среди зона может быть я ошибаюсь а так что вот так вот приходите что на тот пляж на второй череде что на пляж который находится рейдить на редисоне очень-очень хорошо а вот подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх оставляйте свои комментарии а мы увидимся с вами в следующих сериях у